Так, ну что, ребят, ролик по поводу битка. Биткоин-доминация пытается у нас пробить уже, получается, в третьей попытке 52%. Пока что медленно, но уверенно движемся наверх. По поводу эфириум-доминации локально снижается. По поводу BNB укатывается жестко вниз. Я об этом уже неоднократно показывал XRP-доминацию. Давайте посмотрим. Пока что пытается показать некий подъем. USDT-доминация, кстати, тоже продолжает локально немножечко расти. Поэтому обратите на это тоже внимание, потому что альты будут, я думаю, укатываться. Пасти аллигаторы так и не закрылись, гепчики. Далее по поводу битка. Небольшое снижение он показал, и сразу альта стала красной. Так это он двинулся там на пару процентов. Ну и альта, в принципе, повторяет движение вслед за ним. Я предупреждал, что снижение неизбежно. Волатильность, в принципе, не кокущая. Посмотрим, что будет происходить в дальнейшем. Пока что, как минимум, вот эти все бычьи формации, вот эти поджатия резкие наверх, они у нас укатываются вниз. Посмотрим, что будет дальше. Алгорент у нас пытается вообще обновить минимумы, уже пытаться закрепиться за уровень в 11 центов. Поэтому тоже обратите на это внимание, и он может действовать на опережение. То же самое я говорил про Zcash и Dash. Ну, сейчас мы показываем отскок вот там недельному падению, поэтому это может значения никакого не иметь. По Dash продолжается, кстати, снижение, несмотря на то, что по Zcash у нас отскок, но по Dash был отскок перед этим. По поводу Monero продолжается разгрузка позиций, как мы наблюдаем. По поводу Bitcoin Cash давайте посмотрим, что у нас происходит. Bitcoin Cash тоже разгрузка позиций продолжается, объемы падают. И то же самое, вот эта восходящая формация у нас борется вниз обычно, в том числе и на бычьем рынке. Но сейчас не бычка, поэтому так тем более, я думаю, мы пойдем вниз. Индекс страха и жадности 56. И также у нас говорят, что аналитик цена биткоина будет расти в течение следующих 10 лет. Ну, сказал бы же, следующих 50, да. И в настоящее время его используют только 4% населения. Ну, то есть ранние последователи, инноваторы, да, потом уже большинство, позднее большинство. Ну, и, соответственно, самые slowpocket, что называется тормоза, да, которые заходят в самый последний вагон, когда уже поздно, и тренд может быть подойти к концу. И сейчас над поведением цены биткоина давлеют силы разворота, и движение вбок и вниз вероятнее, чем вверх. Ну, вбок он в любом случае пойдет, вправо, да. Сейчас нужна фаза охлаждения, чтобы сбросить настройки. Ну, о чем я говорю, что коррекция неизбежна. То есть эта новость у нас, кстати, за вчера, имейте в виду, и в движении цен в значительной степени доминировал спрос, исходящий на рынке фьючерсов, получается, и инструментов профессионалов и организаций. Ну, конечно же, большинство на рынке считает, что они тоже профессионалы, и имеют инфу, наверное. Даже сейчас спрос продолжает расти, что говорит о том, что мы находимся на ранних стадиях очередного снижения цен. Ну, то есть он говорит о том, что скоро неизбежна коррекция, потому что у нас слишком большой спрос. А когда слишком большой спрос и жадность, значит, надо делать коррекцию. Заявка BlackRock на Bitcoin ETF заставила криптофонды, конечно же, скупать BTC. Он говорит, что по состоянию на 7 июля количество биткоинов в хранящихся фондах увеличилось после того, как 15 июня подал свою заявку на Bitcoin ETF. Ну, и говорят, что увеличилось, получается, с трехмесячного минимума с 830 тысяч до 850. Ну, то есть я все равно не заметил 20 тысяч биткоинов. Да, это существенная сумма. Но имейте в виду, что я какой-то лютой активности не заметил. Понятное дело, они на OT-сервингах покупают, но речь не за это, а по поводу того, чтобы они там массово как-то скупали. Вот, и даже по поводу этого новостей никаких не было. Вот, три причины, по которым медведи у нас содержат над быками. Шиба, Ину, и получается, вернее, наоборот. Ну, да, в принципе, медведи над быками. И у нас говорят, что если углубляться в состояние ключевых показателей, однако бы инвестор покупала Шибу, а другая продавала, в результате, получается, у нас имеем чистый поток 99,1 милля. Кроме того, уровень социальных настроений в настоящее время фиксирует снижение. Эти факторы отрицательно сказались у нас на социальном доминировании и публикации снизились на 90%. Имейте это в виду. Но, опять же-таки, учитывайте, что Шибаин – это высокоисковый альткоин. Понятное дело, что по нему сейчас активности нету. По нему есть активность, когда он на хаях находится. Тогда есть активность, тогда есть и социальные активности, что типа, ребята, Шиба, Туза Мун сейчас будет выше, ну, а потом коррекция и овал. Вот. Ну, и также у нас ставка финансирования опустилась в отрицательную зону в том числе. Ну, и за счет этого у нас говорят, что пока что медведи доминируют. Ну, новостей никаких интересных нет, даже ничего не выходит. Поэтому наблюдаем за ситуацией. Давайте посмотрим еще, что у нас по эфиру и по BNB. В принципе, наблюдается снижение. Вот эта формация пробилась вниз. Я об этом предупреждал, что, может, не сделаем мы никакой пробой. Ну, и, в принципе, у нас все альты повторяют движение вслед за битком. Поэтому всем удачи и всем пока.